мир вам дорогая церковь прочитаем послание галатам глава 4 с 1 стиха по 11 еще скажу наследник который в детстве ничем не отличается от раба хотя и господин всего он подчинен попечителям и домоправителем до срока отцом назначенного так и мы доколе были в детстве были порабощены вещественным началом мира но когда пришла полнота времени бог послал сына своего который родился от жены подчинился закону чтобы искупить бодзаконных дабы нам получить усыновление а как вы сыны то бог послал сердца ваших духа сына своего вопиющего а в отче посему ты уже не раб но сын а если сын то и наследник божий через иисуса христа но тогда не знав бога вы служили богам которые в существе не боги ныне же познав бога или лучше получив познание от бога для чего возвращаетесь опять к немощным и бедственным вещественным началом и хотите еще снова поработить себя им наблюдаете дни месяцы времена годы боюсь за вас не напрасно ли я трудился у вас неблагодарное дело ковыряют прошлое кто прошлое помянет тому глаз вон не думаю что апостол павел находил удовольствие чтобы вспоминать или напоминать галатам о том как они жили раньше я думаю что обращаясь к ним он просто вынужден был это сделать потому что возникала серьезная опасность возврата к тому образу жизни мыслей которые они имели до того как обратились христианство апостол павел переживая за это садится пишет им письмо и он говорит о том что они возвращаются немощным бедственным вещественным началом что это значит можно было бы перевести так больные нищие стихии апостолов пишет о соблюдении каких-то дней месяцев времен лет я думаю что речь идет о каких-то праздниках каких-то священных днях периодах времени которые становились чем-то обязательным для галатов это не просто наполняли а подменяли духовной жизни нечто более важное что было до этого возможно было что-то еще но я думаю не суть в том чтобы это перечислять было для апостола павла важно то что он приравнивал это к возвращению выдала поклонство и галаты я уже были в этом до обращения христианство и конечно это было бы большой трагедии степа не в это снова вернулись и вот при таком положении вещей мы понимаем почему павел вспоминает прошлое почему он беспокоится за галатов но перед нами стоит вопрос а как получилось так что люди верующие христиане которые ходят собрания как так вышло что они снова вдруг возвращаются ко всем этим вещам в которых они были в язычестве оказывается не сами они до этого дошли а были люди которые их смутили и которые что-то привнесли вот новое в их жизнь апостол павел так и пишет есть люди смущающие вас желающие превратить благовествование христова ревнуют по вас нечисто хотят вас отлучить и дальше он пишет о смущающий вас кто бы он ни был понесет на себе осуждение и так кто-то пришел в общину принес нехорошую закваску и таким образом он ее распространил среди верующих людей но все-таки не совсем понятно но как можно какое-то язычество распространить среди людей которые уже являются христианами чтобы мы в этом разобрались нам нужно немножечко полистать послание галатам и посмотреть что же было за учение то есть в чем суть этого учения апостол павел начинает свое послание с того что он раньше был когда-то иудеем был гонителем церкви преуспевал в иудаизме во второй главе он вспоминает антиохийскую общину церковь которая была состояла из вчерашних язычников он вспоминает о том что были иудеи которые пришли для того чтобы снова подчинить их не то чтобы снова об чтобы подчинить их закону моисееву которые они не знали до этого чтобы они приняли обрезание и что без этого они не могут спастись он даже описывает свою ссору с апостолом петром который немножко уступил вот этим иудейским учителям вот он пишет о том что узнав о том что человек оправдывается не делами закона а только верою мы обратились ко христу чтобы оправдаться верою и он говорит о том что он не отвергает божьей благодати а если законам оправдания то христос напрасно умер ну можно было бы еще много читать из послания галатам я думаю каждый из нас может это сделать просто сесть и полистать но очевидно становится одна удивительная вещь что оказывается вот этим уже учением которые принесли в галатийскую церковь какие-то люди смущающие это было не что иное как иудаизм это не было какое-то темное язычество там там валы астарты какие-то храмы афродиты там или еще что-то да обычное обычный иудаизм который был построен на строгом соблюдении моисеева закона суббота и обрезание и вот возникало такое целое движение которое дошло до галатии и вот здесь понимаете возникает некое такое недоумение то есть мы приплыли по сути дела в каком вопросе как же так как как моисеев закон вообще может вернуть вчерашнего язычника выдало поклонство то есть вот такой вопрос возникает ведь на самом деле моисеев закон ничему подобному не учит он же учит поклоняться богу он там есть первая заповедь да не будет у тебя других богов пред лицом моим вторая заповедь не сотвори себе кумира и понятно что он обременяет чем-то лишним но чтобы возвращать к идолопоклонству но тут как то вопрос стоит очень странно но апостол павел ставит вопрос именно так и поэтому нам нужно разобраться как закон моисеев мог повернуть верующих от христа язычеству как он мог вернуть галатов к идолопоклонству и вот чтобы найти ответ нам нужно немножко понять мировоззрение язычников они с детства выросли в политеизме то есть многобожие и суть их поклонения богам она состояла в ублажении божества то есть неком таком заслужение его благорасположения чтобы боги которые влияют на человеческую судьбу чтобы они были задобрены и влияли бы на эту судьбу положительным образом способы которые за для задавривания существовали очень такие в языческом мире обычные это были жертвы ритуалы храмы это были соответственно жрецы которые выполняли роль посредников это были некие праздники времена это было соблюдение каких-то ограничений наложение на себя каких-то обязательств какого-то аскетизма и так дальше и вот галаты которые жили подобным образом языческом мире они однажды обратились ко христу и вот это все что было в жизни до этого она потеряла всякий смысл потому что человек который приходит ко христу в описании говорит нам что кто во христе тот новая тварь и такой человек он входит в новое пространство просто духовное в котором иное мировоззрение но и мировое ощущение и галаты по милости божьей в простоте сердца они уверовали во христа они получили прощение грехов расположение бога дар святого духа и стали детьми божьими и апостол павел вспоминая вот эти времена вспоминаю о том как они уверовали он говорит как вы были блаженны то есть такая радость такое радостное ощущение того что они были обратились ко христу и видя все это видя их блаженство не нагружал их никакими лишними традициями никакими ветхозаветными обрядами законами потому что это было не нужно потому что их духовная жизнь она в общем то было может сказать полноценной да но в чем же тут проблема да проблема как всегда в человеке и проблема в том что христианство оно состоит не только в приобщении к духу но еще в изменении мировоззрение человеческого которое не всегда поспевает за тем что делает в нашей жизни господь бог и поэтому где-то на каком-то этапе человеку начинает чего-то не хватать и где-то в глубине души возможно у галатов осталось чувство что чего-то нету что раньше было в жизни что наполняло их вот такое религиозное сознание до теперь этого нету осталась какая-то пустота еще пока не заполненная их новым мировоззрением и вот на этом фоне появляется как раз иудеи которые приходят и начинают вот вот эту существующую пустоту заполнять то есть они говорят о том что оказывается все не так просто что вот как то у вас все слишком запросто надо не просто верить во христа не просто приобщение к духу не просто там какие-то вот увидите чудеса в своей жизни надо еще исполнять закон нужно обрезываться нужно исполнять субботу обязательно нужно пищу чистую кушать там крита праздники новолуния совершать какие-то омовения ритуальные они наверняка говорили им там о храме а священниках о первосвященстве о целой системе о которой галаты они вообще ничего не знали потому что они ветхого завета не знали и они не подозревали что существует такая система и эта система связана с поклонением тому самому богу в которого сегодня они тоже верят и вот теперь давайте попробуем представить себе вчерашнего язычника представить его мировоззрение как он мыслил он слышал в этом что-то знакомое он что-то такое находил в этом соответствующее его прежнему служению языческим богам только это были уже не боги это уже было вроде бы можно вроде бы правильно и он же не понимал что вот ветки завет это религия прообразов он не понимал не постигал пророческого значения закона моисеева он просто переносил свою прошлый опыт на вот эту новую систему и истолковал язычник истолковал закон по язычески и для него это был на самом деле возврат вот к этой старой традиции в задабривание к старой практике задабривания и заслужение вот этого благорасположения уже теперь немногих богов одного единого бога в который он верил в которого он верил и таким образом вера подменялась вот этими делами закона и в языческом представлении менялась только внешность но суть она оставалась старой и поэтому вот это мировоззрение она возвращалась и таким образом принятие закона но угрожала галатам возвратом к язычеству при том что на самом деле они оставались бы христианами и конечно же когда апостол павел он понял вот что происходит он услышал до нее дошли слухи то он садится берется за перо пишет строгое это самое строгое вообще послание самое резкое послание нового завета и он во всей своей решительности в эмоциях восстает против этого и пишет им не боясь называть лжеучителями тех кто проповедует закон моисеев но это все было с галатами нам когда мы читаем писание нужно связывать написанное с сегодняшней нашей ситуации и задаваться правильными вопросами я думаю вопрос который мы сегодня должны вы были связи с прочитанным вынести на повестку дня он следующий что же все-таки является сутью христианства и какое место в нашей жизни в христианской жизни в духовной жизни играет или имеет значение наша традиция христианская наша культура христианская скажем так создание церкви христовой она неизбежно ничего плохого в этом нет но она приводит к созданию новой культуры то есть новой традиции и вот для нас с вами как для носителей вот этой христианской традиции которые на сегодняшний день уже не новое для нас важно понимать некоторые вещи во первых мы должны понять назначение этой традиции я думаю дело в том что традиция и культура должна показывать наше отличие от мира и это наверное первое что мы с вами понимаем это что мы с вами вкладываем вот в эту новую традицию то есть другими словами придя на служение человек из мира пришедший он должен обнаружить себя в новом мире он должен понять что это уже здесь все не так как там где он был и этот мир отличен от того в котором он привык существовать но в то же самое время чего должен понять он не должен ощутить себя в каком-то закрытом и совершенно таком чужом и непонятным для себя пространстве в котором ему находиться неуютно и вот поэтому мы должны понимать что церковная традиция и культура она существует для того чтобы транслировать миру евангелия теми средствами которые были бы для мира понятны и для нас они были бы приемлемы то есть вот сохранять этот мостик между человеком который за пределами церкви и человеком который находится в церкви но при всем при этом главное что мы с вами должны понимать что какой бы ни была церковная традиция культура а факт остается фактом что в разных народах в разных местах географических точках она разная мы должны понимать что церковная культура не является сутью христианства а только лишь способом настроить человека на слышание истины сутью же христианство является приобщение к духу послание кремлитам апостол павел пишет кто духа христова не имеет тот и не его независимо от того находится этот человек в церкви или находится он за пределами церкви помимо приобщения к духу суть христианства состоит в перемене сердца человеческого то есть вот всех намерений всех мотивов его действий и помышлений христианское сутью христианства является новое мировоззрение опять же апостол павел пишет обновитесь духом ума вашего и вот если этих вещей приобщение к духу из переменных сердца и перемены мировоззрения если этих вещей не происходит а происходит только перемена традиции примерно формы то понятно что человек на самом деле христианство не приобщается он к духу не приобщать вам к христу не приобщается и если человек ко всему этому приобщился но традиции отдает большее значение то возникает риск возврата в прошлое и здесь очень важно понимать что такой возврат он вовсе не означают его не обязательно означает уход из церкви мы обычно начинаем бить тревогу и переживать когда человек уже дверь открыл чтобы из церкви выйти но если он сидит церкви а его мышление она все-таки не христианское то вот тут надо тоже обращать наше внимание и это все говорит о том что возврат к прошлому он может произойти в нашем уме и происходит это как перетолкование христианских понятий христианских истин на свой лад не обязательно что это будет языческий лад как это было у галатов но все-таки это будет или толкование на свой на плотской манер например служить богу это значит просто ходить в церковь посещать все собрания или стоять за истину это значит сохранить ну ту традицию в которой родился неизменно ничего не поменять или быть благословенным это значит быть благополучным и вот галаты они же не возвращались в язычество физическим образом они оставались церкви но при этом они начинали служить богу не духом а угождать ему законом вот что-то подобное может произойти в нашей жизни когда мы придаем традиции чрезмерное значение что же делать чтобы не впасть на подобное обольщение апостол павел дает два совета мы посмотрим в этом же послании галатам первое что я хочу прочитать это в пятой главе находится и так стойте в свободе которую даровал нам христос и не подвергайтесь опять его рабство то есть угождение богу вот этими вещественными традициями да то есть угождение богу нашими какими-то физическими действиями он называет рабство и он говорит стойте в свободе в духовной свободе и второе что он говорит поступайте по духу и вы не будете выполнять вожделение плоти я думаю что люди потому и склонны возвращаться или впадать законничество потому что они боятся что свобода приведет угождению плоти но апостол павел пишет о том что чтобы избежать вот этого до чтобы не угождать наши плоти нужно жить по духу нужно распознавать дух нашем сердце нужно слышать его голос нужно понимать его побуждение испытывать эти побуждения и двигаться вперед будучи водимыми духом святым и в этом состоит христианская позиция чтобы находясь свободе поступать по духу собственно это и означает жить духовной жизнью в этом пусть нас господь всех и благослови аминь